Руководитель Луганской области Георгий Тука убежден, что боевики ЛНР усилили обстрелы тех прифронтовых населенных пунктов, где откроют гуманитарно-логистические центры обслуживания. К концу августа их будет два. Кремлевские кураторы недовольны тем, что жители оккупированных территорий смогут покупать украинские продукты и получать социальные услуги в соответствии с законами Украины. Губернатор подчеркнул, что контрабанда на оккупированных территориях стала надежным видом заработка для оккупантов, ведь стоимость продуктов в украинских магазинах в несколько раз меньше. Георгий Тука осмотрел площадку под логистический центр в поселке Новотошковское. Новотошковское находится на Бахмутской трассе неподалеку от 29-го блокпоста. Место расположения удобное для размещения логистического центра для обслуживания жителей оккупированных территорий Луганской области. На месте Георгий Тука отметил, что площадь, на которой планируется разместить логистический центр, позволяет организовать места для торговли товарами первой необходимости, мобильные средства банковского обслуживания для социальных выплат. В подвале Дома культуры расположено бомбоубежище на 300 человек, что позволяет в случае начала обстрелов со стороны террористических группировок в течение краткого срока провести эвакуацию граждан, отметил Георгий Тука. Работу логистического центра планируется организовать таким образом. Жители с оккупированных территорий будут самостоятельно добираться до 29-го блокпоста села ТО, расположенного в населенном пункте Жилобок. После регистрации и проверки посетителей логистического центра пешком или автобусом, предоставленным Новотошковской военно-гражданской администрации, преодолеют 3,5 километра до 25-го блокпоста села ТО. Логистический центр будет находиться в полукилометре. Георгий Тука отметил, в то же время для безопасности мы будем привлекать международные организации, поскольку, как говорят военные, они как ангелы-хранители, там, где они есть, обстрелы прекращаются. Также в рамках поездки глава области посмотрел, как проходит ремонт в местной школе. Пообщавшись с директором, он отметил, что все окна нужно заклеить полиэтиленовой пленкой, чтобы в случае их повреждения они не поранили детей или персонал учебного заведения. Пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации Илья Трофимов-Падии.